Микс Ньюз Каждую среду в полдень на радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на нашей передаче «Культурная среда» Сегодня у нас в гостях Замечательный гитарист, педагог Концертирующий, исполнитель Никита Кошелев Здравствуйте, Никита Добрый день И разговаривать мы будем, конечно, о концертной афише И Никита расскажет и о своем ремесле О своей профессии О том, как он пришел И, кстати, это достаточно уникальный случай Для многих радиослушателей будет интересным Потому что Никита Не как большинство музыкантов Которые начинают Извините за слово Впахивать с 4-5 лет Ну или с 7 максимум И приходят в профессиональную музыку Никита начал достаточно поздно заниматься Профессионально на гитаре И для меня самое было откровением Потому что часто, кстати, музыканты Начинают снисходительно и скептически относиться Коллегам, которые занимались Допустим, не с 5 лет на скрипке А здесь с 7 или 8 Считается, что это упущенные годы И точно так же На нас, органистов Часто смотрят С высока Пианисты Или концертирующие тоже Не концертирующие, а тоже Другие профессиональные органисты Которые обучались, например, на органе С 7-8 лет Что сейчас стало доступно А, например, в те времена, когда я начинала играть на органе Мы за инструмент садились только или в колледже Или в консерватории То есть уже будучи зрелыми музыкантами И профессионалами А вот Никита к своему инструменту Гитаре пришел достаточно вообще поздно Он был любителем И лишь во сколько? В 16 лет, да? Я в 16 лет начал профессионально заниматься В 16 лет начал профессионально заниматься В музыке В какую школу вы пришли? Сначала даже это была не музыкальная школа Это были просто курсы игры на гитаре Какие курсы? Как называются? В принципе, у них не было названия Так назывались курсы игры на гитаре Вел преподаватель такой известный в Латвии Вадим Яйко А вот вы как раз преподавателя упоминали, да? Да, к сожалению, он умер в прошлом году Трагическая новость была для меня И эти курсы очень много дали Они дали, в принципе, самое главное, что я считаю Хороший старт И желание продолжать дальше Именно профессионально учиться Да, а как вы решили всё-таки Столько лет жить беспечно Музыка вообще, это очень сложно То есть, это кажется, что мы вышли Отыграли концерт, получили цветы Шоколадки, конфетки, аплодисменты Любовь слушателей, зрителей Но на самом деле это ежедневный труд Когда нужно не просто готовиться, например, к концерту А постоянно быть в форме Это как спортсмены, как танцоры, балерины И это ежедневный труд Как вы решили свою беспечную жизнь, можно сказать Применять на такой труд? Дело в том, что, как я уже сказал Было очень хорошее, успешное начало В обучении на этих курсах И после этого я узнал, что тот же преподаватель Он преподает в детской музыкальной школе Ну и поскольку программа курсов Она была лимитирована Она была так плюс-минус на два года рассчитана То условно там после полутора лет обучения Мне преподаватель сказал Ну ты уже всё знаешь Дальше программа не рассчитана Дальше куда-то тебе надо идти самостоятельно Да, и куда вы пошли? Вот, и я хотел пойти в школу, где он преподает Но он сказал, что там уже как бы маленькие дети Это у меня уже было, ну почти что, 18 лет 18 лет, естественно, в музыкальную школу В общеприменном понимании не поступают Вы уже фактически закончили обычную школу, да? Да, я как раз закончил среднюю школу И вот именно в этот год пошёл в музыкальную И просто занимались только музыкой Вечерняя, да, вечерняя музыкальная школа Потому что для таких старичков, конечно, другого пути не было на тот момент Да, и всё как положено Сольфеджио, музыкальная литература Всё как положено Теория музыки А расскажите нашим слушателям, чем отличается гитара Потому что в песнях гитара семиструнная Ещё есть гитара шестиструнная Это также, как у многих инструментов, есть разновидности На какой вы гитаре играете? Я играю на шестиструнной испанской Испанская гитара А вообще академическая гитара Это как раз шестиструнная Это как раз такая, да А семиструнная – это любительская гитара? Нет, семиструнная – это русская гитара Почему она называется русская? Как-то так исторически сложилась То есть она в России, да? Да, но, в принципе, известны такие вещи, что русские не изобретали этот инструмент Они скорее дали название Неизвестно Может быть, это цыгане завезли То есть нет точного ответа Она отличается там корпусом, размером? Она отличается конструкцией, она отличается строем Она отличается репертуаром, ну и, в принципе, сферой применения Ну, где, вот сейчас звучит семиструнная гитара? Сейчас звучит, есть даже фестивали и конкурсы В России это проходит Семиструнная Потому что Россия – это родина этого инструмента Да И всё это там процветает Ну, это как раз барды, вот это всё, да, семиструнная или нет? Или барды тоже играют под академическую гитару? Барды тоже играют на шестиструнные На шестиструнные Очень многие, да А кто же играет на семиструнной гитаре? Любители Любители Адепт этого направления Понятно, а какие-то профессиональные произведения написаны для семиструнной? Очень много, да Весь старинный репертуар То есть, в принципе, это инструмент со своей полноценной историей С русским репертуаром, исконно русским Например, кто? Интересно, как музыковеду просто Композиторы, да? Ну да, вот композиторы Самый известный – это Михаил Высоцкий и Андрей Сихра Это один представитель Ленинградской школы, второй Московской То есть, это уже 20-й век, это не раньше Нет, 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 это начало 19-го Начало 19-го, как интересно Ну а классики – Глинка, Бортнянский, кто-нибудь писал? Нет, к сожалению Вообще все обошли Но ведь они столько писали романсов для фортепиано И даже столько сохранилось картин, где девушка стоит, поет красиво Кто-то играет на гитаре, я так понимаю, как раз семиструнная Неужели никто из классиков с именем, который известный? К сожалению, нет, но этот момент был восполнен, потому что те композиторы, которых я упомянул и много других, они делали очень качественные транскрипции, поскольку в то время это все было популярно Существовало очень много транскрипций А, то есть, они того же Глинку перекладывали на гитару, да? Прекрасно А на шестиструнной гитаре можно сыграть репертуар семиструнный? Или это уже затруднительно? Можно, но не весь Скажем так, он может быть где-то менее выигрышно звучать, потому что сам звук гитар, он тоже немножечко отличается Ну вот, кстати, гитара – один из древнейших инструментов, и корпус гитары существовал еще до нашей эры, сохранились и античные фрески, где именно гитара была И хотя потом были различные, как бы, родственники гитары, мандолина, у меня вот вылетел еще какой-то термин музыкальный инструментов Но тем не менее, почему гитара всегда обходила стороной профессиональных композиторов практически вплоть до XX века? До XX, да Хотя, вот, например, есть композитор чисто гитарный Джулиани, да? Это как раз классик-классицизм, да? Да, да Но он не только для гитары сочинял, но процентов 90-х Ну да, но тем не менее, очень писал То есть, в принципе, были композиторы, которые были влюблены в гитару и писали для гитары Например, тот же Луиджи Баккерини, он когда стал служить при дворе короля, который обожал гитару И тогда он стал писать много музыки для гитары, соло и различных ансамблей Ну, в основном, все-таки, как я поправлю, как инструмент, часть ансамбля, участник ансамбля А Джулиани, кстати, был знаком с Бетховеном и даже лично присутствовал на исполнении на какой-то премьере, какой-то его симфонии Я сейчас не вспомню номер, к сожалению, потому что Джулиани еще играл на виолончели Да, и, собственно, в музыке она также симфонична и чувствуется очень сильно это влияние Да А почему вы решили начать... То есть, ну, понятно, что в 16 лет, наверное, уже кроме гитары ни на каком другом инструменте не начнешь играть, да? Или все-таки... Ну, вот я так вот... Я знаю, что на духовых инструментах, на фаготе, на кларнете и в 11-13 лет беру ногобоя Наверное, гитары – это самый поздний инструмент Ну и пришлось ли вам трудиться, не покладая рук и гитары, чтобы... Пришлось трудиться Чтобы нагнать этот... Пришлось трудиться. Я очень быстро сделал программу курсов Поступил в музыкальную школу сразу в третий класс И тоже, в принципе, все очень быстро закончил с отличием Прекрасно Но страдала, справедливости ради, надо заметить, страдала средняя школа немножечко Ну, это естественно Потому что интерес был... Всегда у музыкантов, у танцоров у нас всегда, если мы влюблены в наше дело, то все остальные предметы, они проходят лишь бы сдать Это нормально Да, и мне кажется, это действительно так, потому что потом жизнь так расставляет приоритеты Что мы не можем же всем одновременно заниматься Как мы можем заниматься музыкой, физикой И в то же время заниматься, там, учить большие программы Это для каждой профессии актуально И, конечно, дети, которые занимаются музыкой с раннего возраста Для них это становится актуальным уже в юном возрасте Какие у вас были любимые композиторы вот именно в этом юношеском творчестве? Потому что здесь гитары, это еще, кстати, и бас-гитары, это всякий рок и прочее Да Вас тянуло на это или вам хотелось больше такой лирик играть, с которой чаще ассоциируется гитара? Вот период, который именно был до курсов, он как раз был с электрогитарой связан То есть изначально, да, я хотел играть рок, что-то такое тяжеленькое, эстраду А потом меня так увлекла классическая, что, в принципе, я большую часть времени посвящал ей А вы когда надо было, грубо говоря, набирать форму, чтобы стать профессиональным гитаристом Сколько времени тратили в день на репетиции? Ну, минимум 6 часов О, 6 часов, а пальцы? 6, 8, иногда больше То есть прямо на гитаре, да? Да, это был такой фанатизм, просто иначе назвать не могу Ну, кстати, столько часов обычно сидят пианисты, органисты, и то у нас пальцы начинают стираться, ногти слоиться Да, да, да У вас же еще и кожа, то есть у вас еще и кожа отслоивается Мы такие же люди, мы не лишены этих же проблем, и все это было Да, это вот тяга к искусству, это, конечно, тяга стать большим профессионалом Дорогие друзья, у нас в гостях замечательный гитарист Никита Кошелев А сейчас я немножко расскажу вам об афише на этой неделе 13 февраля, в четверг, в 19.00, все еще в оперном театре идет щелкунчик Те, кто не успели посмотреть, потому что просто не было билетов Замечательный балет Петра Ильича Чайковского То вот завтра, в 19.00, можно приобщиться к гениальной музыке В этот же день в Большой гильдии Латвийский национально-симфонический оркестр И с прекрасным дирижером российским Василием Синайским И будет выступать также скрипач Георгий Саркисян И исполнит концерт Моцарта для скрипки с оркестром И гениальную восьмую симфонию Антона Брукнера В принципе, первый концерт, про который на щелкунчика, конечно, нужно идти с детьми То вот Большой гильдии – это концерт для гурманов Это концерт для больших ценителей классической музыки И Моцарт, и Брукнер – это произведения, которые, конечно, нужно идти слушать подготовленным Особенно на Брукнера Но в то же время гениальные исполнители, не боюсь этого слова, и Саркисян, и особенно Синайский Я думаю, что это концерт, который останется в памяти надолго И тем более, когда я общалась со многими музыкантами из Латвийского национально-симфонического оркестра Я знаю, насколько они ответственно подходят к новым произведениям, исполнениям Это не новое, конечно, Брукнер – это XIX век, композитор позднего романтизма Но произведения у него настолько глубоки и сложны и для исполнения, и для восприятия Но, тем не менее, это всё та самая классическая музыка, за которую я ратаю И которую, конечно, надо обязательно слушать 14 февраля достаточно много мероприятий Хотя, как сказать много, с чем сравнивать? Есть мероприятия, посвящённые Дню Святого Валентина Например, в зале Артисима будет выступать, будет джаз Йоланта Голуба Пашкевича И концерт называется Артисима Джаз Найт Как раз посвящённый Дню Святого Валентина И в программе песни в стиле фадо И, насколько я поняла, Инна Давыдова, которая частая гостья нашей передачи Она очень любит этот жанр и часто включает в программы своих фестивалей И, конечно, вот этого замечательного зала Артисима, который находится в центре города Помимо фадо будет песня о любви И небольшая такая особенность зала Артисима Это камерный зал, где как бы погружаются в музыку И ещё, насколько я знаю, может быть, не на всех концертах Но достаточно часто после концерта предлагают бокал вина И есть возможность обсудить прожитые переживания, впечатления И пообщаться с исполнителями, с организаторами И я помню, когда я проводила концерты в церкви Стоу Павла Как только начинала проводить концерты Я тоже делала чайную не паузу, а предпаузу Или препати, как говорят, да И это была такая прекрасная возможность пообщаться со слушателями Узнать, кто приходит Узнать, кто чем дышит, кто чем живёт И это также было очень важно для слушателей Потому что они становились ближе к нам, к музыкантам Они видели, что мы такие же обычные люди С нашими страстями, горестями И они так небожители, которые часто возникают такие мысли И вот такую замечательную идею подхватила В принципе, даже не подхватила А просто проводит прекрасная Инна Давыдова в зале Артисима Вот, кстати, бокал вина Вот часто, например, в Москве даже есть В театре «Геликон» опера Делают кофейную кантату Иоганна Себастьяна Баха За столиками Ставят столики Слушатели все размещаются за столиками И пьют кофе То есть, в принципе, Иоганн Себастьян Бах, когда писал это произведение Он писал его для кофейницы Мермана Где он частенько любил выпить чашечку кофе И они вечерами устраивали различные музыкальные вечера А вот, Никит, как вы думаете Насколько это правильно Слушать академическую музыку Не просто перед концертом или после концерта А вот так вот Именно слушать классическую музыку С чашечкой кофе или с бокалом вина Я думаю, что если это все сделано со вкусом То это вполне модная современная тенденция Ничего плохого, которое в себе не несет Да Ну вот это действительно, Никита правильно сказал Со вкусом Чтобы это не превращалось во что-то Когда играют музыканты в ресторанах и прочее То, конечно, мне кажется, вкус теряется То есть если на первом месте останется все-таки музыка Музыка, да Тогда все будет правильно Тогда все будет правильно Ну вот и все-таки Сейчас у нас будет рекламная пауза У нашего гостя Никиты Кошелева хотел спросить Какой у вас был в этой юности любимый композитор? Есть такой? Мне очень нравился, кстати, русский семиструйник Сергей Орехов Такой до сих пор, в принципе, не особо признанный Это гений русской гитары Мне тогда очень нравилась его музыка Она мелодичная Он делал очень много обработок русских романсов Очень красивые У него немножко такой с цыганскими импровизациями стиль Он выступал на советском телевидении Тоже несколько раз записал пластинку На фирме грамзаписи «Мелодия» Правильно, да? Да, все правильно Правильно «Мелодия» И известен также был за пределами СССР Очень красивая музыка Интересно Для меня это все новые имена Также для наших слушателей Вернемся к нашей культурной среде После небольшой паузы Продолжаем нашу передачу У нас в гостях гитарист Никита Кошелев С которым мы, кстати, сыграли Не знаю, наверное, концертов пять, может быть шесть Больше На самом деле больше Мы три года с вами сотрудничаем Потом была небольшая пауза Надеюсь, она скоро закончится Потому что Никита очень занятой музыкант И дело даже не только в концертной деятельности А вот в том, что многие музыканты Вынуждены совмещать концертную практику С какой-либо работой Чаще всего это педагогическая работа Это такая стабильность И в то же время это такой путь Который проходит от окончания консерватории Академии и до конца жизни Очень редко бывают музыканты-концертирующие Которым удается играть полноценно, ярко Грубо говоря, в 90 лет В 80 лет А вот педагоги становятся на вес золота В таком возрасте И, кстати, эта традиция начинает рушиться Потому что, в принципе, многие педагоги Которые талантливые Их по европейским традициям Начинают отправлять на пенсию Например, в Германии потрясающие педагоги, органисты В 65 лет должны выйти на пенсию И в государственных школах музыкальных Там как бы не консерватории, а высшие школы музыки Они не имеют права преподавать Тогда они ищут уже альтернативные Частные школы, консерватории Как правило, за пределами Германии, Франции Канада гостеприимная Это только в Германии такой порядок? Я не знал Нет, это не только Вот есть такое в Германии Есть во Франции, в Англии Но, насколько я знаю, в Латвии этого нет Потому что, в принципе, и педагогов на вес золота И вот в Московской консерватории, где я обучалась Там точно так же у нас все педагоги Дослуживают до того момента Когда мы их провожаем в последний путь И это для них как воздух И поэтому многие-многие музыканты Они все стараются совмещать концертную практику С педагогической Но, на мой взгляд, это несочетаемо Потому что это нужно обладать такой энергией Таким ресурсом, чтобы успевать проработать педагогом Вот как Никита сейчас работает 5 дней в неделю И потом еще у него должно остаться время для репетиций Но ведь как он, когда готовился стать большим профессионалом Он занимался по 6-8 часов И, в принципе, даже когда мы становимся профессионалами Нам это количество и нужно все равно каждый день Минимум 3 часа нужно в день, чтобы поддерживать форму А чтобы оставаться в струе, на волне Нам нужно 6 часов в день заниматься То есть это фактически полноценная работа Ну вот расскажите нам о вашей педагогической деятельности Какие у вас ученики? Чем вы радуетесь? Чем вы живете в своей педагогике? Я преподаю в детской музыкальной школе Имени Павла Юрьяна Уже сейчас 14-й год 14-й, фантастика, да Очень я доволен детьми Всегда, конечно, есть какой-то процент Который чуть хуже занимается Но в целом все идет очень хорошо Есть большие достижения Есть уже выигранные конкурсы за эти годы Так что, в принципе, мне есть чем похвастаться Есть студенты, которые после вас идут в академию учиться дальше? Было парочку человек Но, к сожалению, они по каким-то неизвестным причинам забросили Мне они не рассказывали об этом Я не знаю почему, может быть, что-то поменялось Гитара такой инструмент достаточно Для многих людей это кажется, что это как бы развлекательный инструмент Но на самом деле это такой же академический инструмент, как скрипка, как виолончель На котором нужно много заниматься И точно так же творчески и профессионально расти А все-таки благодаря тому, что гитара И такой популярный инструмент для многих кажется, что это какой-то развлекательный инструмент Ну а что касается вашей профессиональной практики То есть, в принципе, вы сначала, окончив школу, пошли учиться в академию Потом я захотел получить профессию учителя Я пошел в Рижскую академию педагогики и управления образованием Которую несколько лет назад закрыли А, закрыли, понятно Да, были такие события И там вы закончили бакалавры, да? Там я получил, да, бакалавры музыкальной педагогики Да Профессиональную квалификацию Потому что был принят закон, что всем надо было иметь высшее педагогическое образование И очень много людей, у которых на тот момент было еще педагогическое училище советских времен Они вынуждены были пойти сесть рядом со мной за парту Люди, которым было по 60 лет и больше А заметьте, дорогие друзья Это педагоги, которые отучились в колледже 4 года Это не то, что сейчас госпожа министра Шуплинская предлагает за один год пройти, стать педагогом То есть до этого у нас было то, что всех педагогов, которые 4 года отучились в профессии Их заставили пойти учиться еще на высшее образование получить А сейчас у нас готовы за один год выучить специалистов Это мы, конечно, всегда удивляемся Посмотрим, как этот пилотный проект реализуется Насколько успешно через несколько лет мы будем пожинать плоды Да, к сожалению Так, и значит, вы после того, как окончили педагогический институт Стал учителем Все это время я уже работал в школе Да, параллельно, да? Кажется, со второго курса я начал работать Потому что у нас уже была педагогическая практика Нам надо было также делать дневники и практики Присутствовать на уроках То есть фактически это было очень удобно И учишься, и работаешь И учусь, и сразу же набираюсь опыта этого А потом, когда я закончил, я пошел на очень хороший мастер-класс Проходил в музыкальной академии не в Виттала Приезжал профессор с Эстонской академии музыки и театра Эйки Мэтлик И я пошел на его мастер-класс И он очень сильно меня, как творческая личность Вдохновил? Вдохновил, да Вы у него учились потом И вы поехали в Эстонию у него учиться Да, я с ним состыковался И целенаправленно поступил к нему Поехал, поступил И что очень важно, что там было бюджетное место А, потрясающе В Латвии на тот момент бюджета не было Так что Эстония в этом плане оказалась более гостеприимна Гостеприимна, да, прекрасно Ну что ж, друзья, вернемся к нашей афише 14 февраля, день стол Валентина Также приглашаю отметить в моей компании Будет программа «История любви» Прекрасные солисты выступают будут Это Юлия Васильева, сопрано Солистка Латвийского оперного театра Наши гости в предыдущей среде И саксофонист, который сейчас живет в Амстердаме Но это российский прекрасный саксофонист Окончивший Академию имени Гнесиных Виталий Ватуля И у нас будет в программе достаточно популярная музыка Это произведения Гершвина, Пьетцолы И также композиторов 20 века Которые не на слуху у каждого И в принципе даже не на слуху у многих музыкантов Это специфические произведения Написанные для саксофона Например, Педро и Туральда Греческая сюита Музыка очень яркая, интересная И концерт будет проходить в Англиканской церкви в 19.00 Ну и плюс ко всему организаторы еще порадуют нас всех свечами Будет очень такая романтичная обстановка С красивой музыкой И еще один из бонусов То, что музыканты находятся вблизи В Англиканской церкви Находятся внизу И можно видеть органиста Как я буду играть на органе И саксофониста Виталия Ватуля И сопранной Юлию Васильеву Будут несколько произведений, которые мы исполним втроем Это «Гершин», «Саммертайм» и «Вебер», «Ария» из «Реквиема» В общем, программа очень красивая Ну и, кстати, мы с Никитой общались Дело в том, что когда я проводила еще концерты в церкви святого Павла И он на одном из концертов играл Астаро Пицсолу «История танго» Это произведение мы с Виталием Ватули Исполним 15 февраля в старой церкви святой Гертруды И какие-то части исполним также 14 февраля в Англиканской церкви И вот «История танго» – это произведение достаточно академичное Астаро Пицсолы И как раз Никита – один из немногих исполнителей Который играет все четыре части Да, Никита? И расскажите о вашем опыте То есть, в принципе, для какого состава изначально написано это произведение? Изначально это было написано для флейта и гитары Вообще изначально Для дуэта, да То есть сам Пицсол так и написал А потом уже, вот видите, друзья, мы будем играть в варианте для саксофона и органа Но это стало настолько популярным циклом, что это стали перекладывать почти на все инструменты Я однажды даже видел, что играют на тубе Даже на тубе? Это вообще фантастика, да? На тубе Почему опускают четвертую часть? То есть, когда мы с вами беседовали за эфиром, вы меня спросили, а сколько частей будете играть? Я совершенно спокойно сказала, что мы будем играть три части Потому что так попросил Это первый вопрос, когда я всегда задаю, что когда я читаю, что кто-то будет все сииты играть Оказывается, что вся сиита – это три На самом деле, да Почему опускают четвертую часть? Наверное, у всех разные какие-то мотивы Кто-то говорит, что для инструмента неудобно Потому что она все-таки для флейты написана А флейтисты тоже играют? Флейтисты… Нет, мне кажется, флейтисты четыре играют Четыре, да Да, это более нативно все так Понятно Ну, кстати, знаете, я это произведение слушала как раз в версии для саксофона и органа В России замечательный дуэт Олесь Кравченко, органистка и саксофонист Сергей Говоров Который, кстати, приедет сыграть со мной в Ригу 26 июня У нас с ним намечен концерт И мы с ним будем играть опять «Историю танго» И вот он играет все четыре части Несмотря на то, что он, да, саксофонист И я, кстати, думала, что это произведение написано для саксофона Потому что настолько оно органично звучит И настолько вот как будто именно для этого инструмента и создано Ну и, кстати, орган тоже звучит очень гармонично И кажется, что и орган туда вписался И, вот знаете, «Астор Пит Соло» – это интересный композитор Хотя у него очень упрощенная фактура Как вот выяснилось, эта история танго в четырех частях написана была для гитары Но эту фактуру, когда я играю по клавиру У меня создается ощущение, что это симфоническая вещь Потому что столько подголосков И у меня часто не хватает рук и ног И я удивляюсь, как хватает шести струн Когда мне не хватает То есть настолько яркая фактура, настолько интересная И в этом смысле «Астор Пит Соло» меня каждый раз удивляет Когда я обращаюсь к его творчеству И, кстати, «Астор Пит Соло» будет представлен не только историей танго Этим замечательным произведением А также и полюбившимися публикой произведениями «Обливион» и «Либертанго» Они, конечно, прозвучат и 14 февраля в англиканской церкви И, конечно, на сольном концерте Виталия Иватули 15 февраля В старой церкви Святой Гертруды И 15 февраля мы еще с ним исполним просто классику Когда он мне прислал программу, я очень удивилась Это Марчелло, концерт ре минор для сопрано, саксофона и органа А написан концерт Александра Марчелло для Габоя, струнного оркестра и бас-кантинова И когда я слушала запись, я поняла, насколько красиво это звучит Насколько и аутентично Хотя саксофон – это один из поздних Одно из самых инструментов, который был создан достаточно поздно В конце XIX века Адольфом Саксом И его сразу приняли в джаз Для него писали музыку для джаза Но академические композиторы обходили стороной За исключением одного интересного композитора Гектор Берлиоз Он первый включил саксофон в свою фантастическую симфонию Вот это вот очень интересно Берлиоз, кстати, один из немногих, кто еще и гитару включил Еще и гитару включил Какой-то эпизодик в опере был Какой потрясающий, да То есть вот так вот интересно, что такое отношение к инструменту Саксофон, конечно, у многих ассоциируется с джазом И большинство произведений написано, да То есть использовалось, то есть это проводник стиля джаз И, конечно, будет одно произведение Композитор исполнит Роберто Малинелли Очень сложное произведение Четыре картины из Нью-Йорка И вот если мы пьицола играем три части То Малинелли мы играем одну часть Потому что если нам играть целиком То это было бы фактически весь концерт Очень большое, крупное произведение Написано для саксофонов Сопрано саксофона, альт саксофон, тенор саксофон То есть это разновидности одного инструмента Который звучит чуть-чуть выше сопрано саксофон, альт Чуть ниже и тенор Саксофонисту надо менять инструменты Да, то есть он едет со всеми своими инструментами То есть часто гитаристы ездят Я знаю, что вы рассказывали как-то на одной из передач Бывает, что нужно не один инструмент с собой взять Вот, а саксофонисты для них вообще это норма Уж точно взять с собой сопрано, саксофон и альт саксофон но также и тенор, саксофон. Реже играют на баритоне, сольные вещи, но точно так же. Вообще, я заметила, что в Риге не настолько часто саксофоны, можно услышать не джазовый концерт. Есть замечательный саксофонист Артис Симонис, это бывший ректор Латвийской академии музыки, который, кстати, ввёл туда кафедру, не органа, конечно, я всегда думаю только об органе, а кафедру саксофона, и, можно сказать, вырастил целую плеяду учеников. Сам Артис Симонис обучался в консерватории в Санкт-Петербурге, и сейчас он играет в дуэте с прекрасной органисткой Кристиной Адамайте, и у них много произведений именно XX века, и самое главное, композиторов, латышских композиторов. Но, тем не менее, все его талантливые ученики, они сразу разбредаются по всей Европе. Все сразу разъезжаются, очень мало кого здесь остаётся, потому что я в течение пяти лет пыталась построить дуэт с саксофоном, чтобы мне очень хотелось, я думаю, ну все в России мои все коллеги играют с саксофоном, мне тоже хочется играть эти яркие программы, потому что это так же, как гитара, очень популярный инструмент, так же и саксофон, и мне хотелось играть именно с саксофоном. Это действительно редкость тут. Но здесь очень трудно найти саксофониста, потому что артист играет с Кристиной Адамайте. И вот это, да, так как мы делаем концерты, и это уже вход не за пожертвование, как в церкви Стоу Павла было, а это вход по билетам, то мы можем уже пригласить потрясающих музыкантов из России, и вот приедет Виталий Ватуль, это один из лучших саксофонистов российских, но он сейчас живет в Амстердаме, и у меня есть большая радость с ним, возможность с ним поиграть, а у слушателей прекрасная возможность их послушать. Итак, я напомню, Виталий Ватуля, саксофонист будет играть 14 февраля в Англиканской церкви вместе с сопраной Юлией Васильевой и со мной, начало в 19.00, а 15 февраля у нас с ним программа «Музыка любви», мы будем играть в старой церкви Святой Гертруды. Помимо, как я уже сказала, кого перечислила, Марчелло, потом будет Малинелли, Пьет Солло, еще будет композитор Педро Итуральде, это написавший греческую сюиту для саксофона и фортепиано, очень интересная, яркая музыка. И для меня будет сюрпризом, это вокализ Рахманинова на саксофоне. Мне кажется, что это будет нечто. Я лично точно уже приготовилась рыдать. Музыка шикарная. Да, я уже приготовилась рыдать. Я пропустила один интересный концерт 14 февраля, также ко дню Святого Валентина будет программа в камерном зале оперы «Аривердерчи Рома», трио теноров, уже заявивших о себе прекрасный Раймонд Браманис, Михаил Чулпаев и Юрис Висбулес. Они пошли по пути, которые были три великих тенора, Доминго, Карерос, Поворотти. Я надеюсь, что их творческая судьба именно так и сложится. Музыка очень красивая, они подготовили, опять-таки, песни о любви. И в аранжировке замечательного музыканта, перкуссиониста Андрея Пушкарева, который играет в оркестре Кремерата Балтика с Гидоном Кремером, а также он прекрасный виброфонист, и у нас с ним был тоже один концерт. Помимо трио, будет им, конечно, аккомпанировать. Это Илза Озо, линия фортепиано, Светлана Окуня, скрипка, Инга Сунепа, виолончель, Инита Аба, линия аккордеон, Марик Аузенч, контрабас и Ивар Калненч, ударные инструменты. Мне кажется, очень интересный концерт, это вот тоже 14 февраля в Камерном зале оперы. 15 февраля, я вот уже сказала, Виталий Ватуля будет выступать. 16 февраля лекция Инны Давыдовой в Национальной библиотеке, продолжение её цикла лекций «Города, композиторы, музыка». До этого у неё были такие города, как Гамбург, Москва, и она рассказывала о композиторах этих городов. А в этот раз очень неожиданно, очень интересно. Это будет Токио, «Токио. Мелодия Сакуры». Я вот лично не знаю ни одного японского композитора. Я не играла ни одного японского композитора. Но есть, например, известная органистка Хирока Иноуэ. Она сейчас живёт в основном именно в России. И у неё, кстати, дуэт с саксофонисткой. Наверное, Торуто Кимитсу. Торуто Кимитсу, наверное. Вот, может быть. Нет, я вообще не знаю никого из японцев. И просила Инну сообщить, кто же там будет. Но, наверное, просто эти имена, вот как сейчас, Никита, повторите для нас. Торуто Кимитсу. Да, вот я всё равно не запомню, так как я это не играла. И там будет музыка японских композиторов, рассказы о японских композиторах. Я вот лично с удовольствием бы пошла и, наверное, пойду. Потому что надо восполнить музыковический пробел в японской музыке. В 19.00, 16 февраля, будет концерт в церкви Святого Иоанна, Яне Базница, Ольга Пятигорская, сопрано и Йоланта Баринская, орган. У них в программе Вивальди, Моцарт и Беллини. Ну, сплошь шедевры. И вот в заключении нашей программы хотела ещё раз спросить у Никиты. Вот ваша концертная практика. Как вы любите программу составлять? Вот играть вот сплошь шедевры, как вот, например, у Ольги Пятигорской будет 16 февраля. Или также включать, как мы говорим, раритеты, произведения, которые редко звучат, но тем не менее, можно сказать, незаслуженно забытые. Вы знаете, Лена, очень по-разному происходит, потому что я всегда стараюсь подходить максимально концептуально. То есть учитывать, в каком месте будет, на какую аудиторию. Соль на этот концерт или с кем-то в ансамбле играть. То есть все вот эти моменты, ну, чтобы наиболее динамично это всё слушалось. То есть я стараюсь включать разные эпохи всегда. По большей части, да, наверное, процентуально это шедевры. Но обязательно что-то надо включить такое оригинальное, чтобы показать возможности инструмента, возможности исполнителя, разумеется. Ну вот я когда занимаюсь менеджментом концертов, то есть шедевры органа – это бах, токката и фугаре минор, шедевры скрипки, Вивальди, времена года, Виталия, Чикона и тоже есть. Какой шедевр в гитаре, который вот прямо сразу, там, фортепиано, там, это Шопен, лист. Какой у вас шедевр? Вот прямо вот сразу, сходу. Именно узнаваемый, да, имейте в виду, для широкой публики? Ну да, раз это шедевр, то есть мы говорим, то есть раритет – это именно то, что это тоже должно называться шедевром, но оно ещё не признано так публикой. Вот именно признано публикой. Наверное, это всё-таки эпоха романтики будет Франциско Тарага. У него очень много известных пьес. Та же знаменитые воспоминания об Альгамбре. Ну вот я не соглашусь, я скажу, что это, конечно же, Хакин Родриго и его «Арон Хуэс» – вторая часть. Да. Я сейчас просто думал про сольные пьесы. Нет, а про сольные, конечно, да, то есть нет, ну просто вот когда говорят «гитара», потому что вот, ну понятно, что орган – это больше сольный инструмент, а гитара, и, в принципе, действительно, Хакин Родриго вывел гитару в оркестр. Ведь до него, насколько я знаю, никто не включал гитару в оркестр. Я имею в виду сольным инструментом. Концерт для гитары с оркестром. Нет, Джулиани. Джулиани тоже написал? Ну что ж, я не дружу с Джулиани. Ну, конечно же, он жил эпоху классицизма. И, кстати, «Арон Хуэс» – это самый известный вообще концерт для гитары и самый записываемый. И существуемый тоже в больших количествах аранжировок. И, конечно же, его также играют и с органом. Приезжала прекрасная гитаристка Екатерина Пушкаренко, мы с ней играли с гитаром. И здесь ещё есть Каспар Земетис, правильно я сказала? Правильно. То есть это, наверное, один из самых популярных гитаристов в Латвии. Но, тем не менее, когда мы познакомились с Никитой впервые, мы хотели сыграть другой концерт для гитары. Это какого автора мы хотели сыграть? Сальвадор Бакарис. Ну вот это у нас… Концертина Леа Минор. Мы обещаем нашим слушателям, как однажды всё-таки это исполнить. Долгостройка, надеюсь, завершится. Мы это шесть лет назад познакомились, и шесть лет назад решили это сыграть. Нам не удалось. Тот концерт отменился. Нам удалось многое другое. Удалось сыграть очень многое другое. Надеюсь, что наш дуэт тоже слушатель услышит. У нас в гостях был замечательный гитарист, педагог Никита Кошелев. И надеюсь, что скоро мы услышим его в концерт на афише Риги. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо большое. До встречи, дорогие слушатели. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. До свидания.